Вот мы сидим тут с тобой в Германии, а ты слышала, что сейчас массовые проверки и нас всех пенсии полишают. Так что же это получается? Государство, значит, не обеспечило нашу безопасность в стране. Мы были вынуждены выехать из-за войны. И что, и теперь пенсии лишатся? Давай разберёмся. Всем привет! Совсем недавно были приняты существенные изменения по выплате пенсии украинцам во многих категориях. Грядут массовые проверки, некоторые могут лишиться пенсии, а для некоторых, наоборот, будет упрощена процедура её оформления. И все эти последние изменения мы в этом и других видео обязательно рассмотрим на данном канале. Данное видео будет про пенсии, выехавшим за границу украинцам. Будут ли их платить и в каком случае можно их лишиться? Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. С чем связаны слухи об отмене пенсии, выехавшим за границу? Недавно, в конце апреля, накануне Пасхи, президент Украины принял ряд законов, согласно которым внесены существенные изменения и правки в порядок начисления пенсии. Было объявлено, что будут проводиться массовые проверки документов, и под риском отмены или же временного приостановления выплат будут те, у которых какие-то данные, фамилия, имя, отчество, даты рождения или еще какие-то документы не совпадают с данными их первичной документации. Также было объявлено и о том, что под риском отмены пенсии находятся те, кто более 6 месяцев эту пенсию не получал или же выехал на постоянное место проживания за границу. И вот как раз эта новость о выезде на постоянное место проживания за границу и вызвала особую обеспокоенность среди пенсионеров, которые из-за войны выехали из Украины, получили там временное убежище и пока проживают там. Неужели их всех сейчас заставят вернуться в Украину или лишат пенсии? В этом мы как раз и разберемся в данном видео. Будут ли отменять пенсии выехавшим за границу и получившим там временную защиту? Да, действительно, выезд на постоянное место проживания за границу может являться основанием для прекращения начисления пенсии. При этом просто временная поездка за границу или даже оформление там временной защиты таким основанием не является. Поэтому основной массе украинцев, которые выехали, спасаясь от войны и пока не хотят возвращаться в Украину из-за боевых действий, пока можно не беспокоиться. Даже если вы получили за границей временное убежище и там пока находитесь, украинская пенсия вам все равно будет выплачиваться. Ее никто не отменял и таких законов, по крайней мере, на данный момент времени нет. Дело в том, что оформление временной защиты в какой-либо стране это не означает, что вы выехали туда на постоянное место проживания. Временная защита и постоянное проживание – это разные вещи. При этом нужно учесть достаточно тонкую грань между этими понятиями, чтобы и правда не лишиться пенсии. Все высказывания о том, что для выехавших на постоянное место проживания за границу прекратят платить пенсию, основаны на положениях ст. 51 Закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в которой урегулирован порядок выплаты пенсии в случае выезда за границу. Давайте разберемся, что же в ней написано. Касается данная статья выезда на постоянное место проживания за границу из Украины. Сама по себе данная статья предполагает наличие у пенсионера постоянного вида на жительство где-то за границей. Те, кто не до конца разбирается в ситуации, разъясняют, что временная защита, которую многие оформляют, спасаясь от войны в других странах, это не является постоянным видом на жительство. Временная защита – это временный статус вашего легального пребывания в другой стране, который в любой момент эта страна может забрать или отменить. Не более того, а вот постоянный вид на жительство означает, что вы уже имеете более полные права в этой стране, чуть меньше, чем ее коренной гражданин, имеете право работать, учиться от исхода военных действий и временной защиты, и что там будут придумывать разные страны, вы уже не зависите. Постоянный вид на жительство в другой стране есть далеко не у каждого выехавшего из Украины. Это целая процедура его оформления. В каждой стране она своя. Он есть только у единиц, и как раз они и под угрозой лишения украинской пенсии. Но тоже далеко не каждый из них. Чтобы считаться выехавшим на постоянное место проживания согласно положениям ст. 51 вышеуказанного закона, нужно пройти определенную процедуру в миграционной службе Украины, погасить все налоги и долги перед государством и сняться с учета по месту постоянного проживания в Украине. Таким лицам ставится в паспорте отметка о том, что он выбыл на постоянное место проживания за границу. И вот тогда вы по всем законам Украины как раз и считаетесь выехавшим на постоянное место проживания за границу. И таким лицам пенсия может быть выплачена за 6 месяцев перед выездом, а дальнейшая ее выплата зависит от наличия международных соглашений между Украиной и страной, куда вы выехали на постоянное место проживания. При выезде в Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан пенсия будет назначена по законам этих стран. И право на украинскую пенсию вы потеряете, она больше вам начисляться не будет. А при выезде в такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Болгария, а также Испания, Словакия, Чехия, Португалия, необходимо обратиться в территориальный орган пенсионного обеспечения страны проживания для начисления пенсии, назначенной в Украине. Назвать орган пенсионного фонда в Украине, в котором вы стояли на учете. Ваши документы будут пересланы в Украину, и после этого вы можете получить украинскую пенсию уже за границей. Насколько мне известно, определенные процедуры на этот счет существуют и в Польше. Так что, как видим, далеко не каждый украинец, поехавшись за границу, считается выехавшим туда на постоянное проживание. А у тех, кто таким считается, судьба по пенсиям может сложиться по-разному. Дорогие слушатели, пенсионеры, которые сейчас находятся за границей, расскажите в комментариях, получаете ли вы украинскую пенсию и есть ли с этим проблемы. Кто находится под риском приостановки выплаты пенсии? Если вы получаете пенсию на банковскую карточку и уже более 6 месяцев подряд ее оттуда не снимаете, то вам могут приостановить выплату пенсии до выяснения обстоятельств. Это не означает, что вас лишили пенсии. Это означает, что вам придется приезжать в Украину с документами, чтобы пройти проверку и возобновить свое право на выплату. После того, как вы пройдете проверку, все предыдущие выплаты, которые были заморожены, вам вернут, но только после личной явки с паспортом и документами. Поэтому, чтобы не попасть в зону риска, советую периодически, хотя бы раз в полгода, снимать свою пенсию с карточки. Также в аналогичной зоне риска находятся и те, кто получал пенсию не на карту, а в отделении Укрпочты или же почтальон приносил ему ее домой лично. Если вы более 6 месяцев подряд не будете получать свою пенсию на почте и не переведете ее на банковскую карту, выплаты также будут заморожены до вашего возвращения в Украину и прохождения проверки. И, конечно же, в зоне особого риска те пенсионеры, которые плохо перемещаются или инвалиды. Также не исключено, что могут обязать периодически пенсионеров добровольно-принудительно проходить определенные проверки документов. Вспомним период 2014-2015 годов, когда пенсионеры из Донецкой и Луганской областей раз в 6 месяцев ездили в Украину, нужно, чтобы отметиться в пенсионном фонде и снять пенсию. Я не исключаю какого-нибудь подобного распоряжения и сейчас, хотя пока это не вводят. Причины таких проверок понятны. Когда в стране идет война, далеко не всегда можно проконтролировать, кто из пенсионеров жив, а кто умер, и часто за умершего человека кто-то пытается и дальше получать пенсию. Да, это правда случается. При этом, на мой взгляд, нельзя доводить данные проверки до абсурда. В конце концов, можно это организовать и в электронном режиме, особенно в данное время, так как многие пенсионеры не по своей воле находятся сейчас за границей или в зоне боевых действий. Государство не может обеспечить их безопасность здесь, и лишать их, возможно, последнего источника существования, заставлять кататься на Украину и обратно, рискуя жизнью и здоровьем, на мой взгляд, совсем негуманно. Дорогие слушатели, кого-то из вас в пенсионно-фонде уже заставляли проходить какие-нибудь проверки во время войны. Расскажите, как все было. В этом видео я рассказала про пенсии, выехавшим за границу украинцам. Будут ли их платить и в каком случае можно их лишиться. Также на данном канале есть видео о том, как оформить пенсию онлайн, как ее получить в зоне боевых действий, о том, как докупить пенсионный стаж, кто имеет право на социальную пенсию без стажа и о многом другом. Советую всем ознакомиться. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям. По возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите. Все пожелания будут учтены. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко. Так я не поняла, будут ли шать пенсии те, кто получил время на убежище, вот у нас здесь за границей, или не будут? Как я поняла, это так, что если мы оформили временную защиту, то это на нашу пенсию не влияет. А если мы уже получили постоянный вид на жительство, то мы должны в Украине сняться с отчета. И в таком случае выплата наших пенсий будет зависеть от того, в какой стране мы находимся, есть ли у нее какие-то договоренности с Украиной или нет. Субтитры сделал DimaTorzok